друзья всем привет вы на канале 50 оттенков америки меня по-прежнему зовут алина я снимаю различные видео про америку про свою жизнь здесь как здесь что происходит про то как живет моя семья чем мы питаемся чем мы дышим до куда мы ходим и вообще про американцев про их культуру и про то как я вижу своими глазами эту страну сегодня будет интересное видео на тему можно ли в америку приехать без языка и как здесь будет жизнь если ты приедешь без языка что поехали прежде всего для тех кто не смотрел на видео как я попала в америку обязательно посмотрите его одно из предыдущих видео и вам немножко станет понятно история обо мне и что хотела бы сказать про себя я приехала в америку с языком но как оказалось уровень моих знаний было намного ниже чем я себе представляла это я всегда думала что у меня уровень upper intermediate то есть практически advanced кто не знает upper intermediate это выше среднего уровень и advanced это уже продвинутый уровень я думала что мой уровень близок к продвинутому но оказалось всем к сожалению печальней чем я себе это представляла да я здесь по приезду училась в языковой школе где я конечно же немножко потянула английский но тем не менее первых полгода по приезду понимать речь на слух было ужасно тяжело было так тяжело я просто не знаю как это описать вот ты просто идешь магазин и тебя на кассе спрашивают такие какие-то вещи если у вас карта магазина или вы пользуетесь номером знаете на картах можно вбить номер свой в касс ну вот такой как бы компьютер дан указ и и автоматически как бы твоя скидка возникает до твой membership у этого магазина твой членство в этом магазине да как что у тебя скидка но получилось так что я вообще не понимала что они спрашивают и даже такой элементарно вам нужен пакет сколько я вникала постепенно было очень тяжело очень тяжело даже вот такие вот случаи на кассе у меня спрашивали есть вы если дайте у вас есть пенни или дайте у вас есть никол и ты такой а вообще в чем дело что это такое да потом уже ты понимаешь что пенни это один цент монетка до никол это 5 центов монетка но ты вообще всего этого не понимаешь и не знаешь и тебе кажется что вообще твой английский просто но практически нулевой да здесь уже по приезду в америке мне его оценили как уровень интермидиат то есть уровень средний в принципе да я могла объясниться я могла сказать кто я что я что мне нужно какие-то базовые банальные вещи но если человек что-то говорил как бы ну вот быстро да они все говорят быстро если человек что-то говорил такое вот тут мне нужно от вас это 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 допустим какие-то бумаги то тут уже это была катастрофа все до свидания но через полгода постепенно мой язык улучшился да я пошла здесь еще на курсы в колледж да сбили меня с мыслей муж звонил но тем не менее упс я через полгода только я стала понимать да вникать вообще что говорят и поняла что то что я учила она отличается затем я пошла уже в колледж и уже в колледже стала очень активно учить английский язык что мне безусловно помогло как приезжают наши люди кто приезжает с языком кто приезжает без языка кто приезжает с языком так скажем с начальным все приезжают по-разному я знаю без имен я говорю все без имен я знаю одну девушку которая приехала сюда по программе work and travel 18 лет и осталась она получила документы каким способом я в это углубляться не буду это совершенно другая история она получила документы и что она сделала она пошла учиться на медсестру и закончила училась она долго затем у нее родился ребенок затем она пошла на повышение квалификации как вы знаете медсестра это здесь очень престижная профессия очень высокооплачиваемая вообще медицинские профессии все высокооплачиваемые соответственно она приехала сюда абсолютно без языка учила язык занималась то получала образование и сейчас она выбилась в очень хорошие люди то есть человек приехал совершенно без языка с каким-то очень базовым ну вот с банальным просто школьным английским да я знаю женщину которая сюда приехала в возрасте 55 лет она в принципе она хорошо устроилась эта женщина замужем за русскоговорящий мужчиной она живет достаточно русскоговорящем районе я так скажу что очень многие там русскоговорящие живут и она работает с русскоговорящими соответственно проблем общения у однажды у нее был случай что она где-то не там переходила дорогу и ее остановил полицейский и начал есть что-то говорить что мол ты не там переходишь дорогу она ничего не поняла она позвонила своему знакомому тот ей перевел да и вот это было не так давно и это было немножко так скажем она была ну да в такой ситуации когда ей бы и надо понять что происходит потому что это полиция но с другой стороны она не могла понять что происходит потому что языка у нее не было да очень многие русскоговорящие это все таки относится к тем кто приезжает в америку возрасте наверное постарше да тем вот молодежь они селятся в русских районах в русскоговорящих районах и ищут себе работу что-то связанное с русскими да где ты можешь легко объясниться и они прекрасно здесь живут себе всю жизнь общаясь с русским населением к нему также относятся и армяне до которые говорят по-русски и другие просто русскоговорящие лос-анджелесцы да так мы их назовем и они себя чувствуют совершенно спокойно и это никак их не ущемляет да они себе спокойно зарабатывает даже здесь можно ну к примеру да ты хочешь поехать отдыхать ты пойдешь в туристическое агентство в русское и тебя отправят в какой-то ну допустим если это лас-вегас они себя отправят в отель с русской группой вот допустим есть собираются русские группы да и прям на автобусе здесь лос-анджелеса едут в отель то есть все русскоговорящие они едут в отель там где конечно же их селят да то есть они с друг другом общаются то есть со своими же общаются да со своими же ходят в казино на какие-то экскурсии да точно также тебя могут отправить и на гавайи с русской группой или в отель где русские работают и ты будешь себя чувствовать совершенно спокойно не зная английского то есть можно найти пути выходы очень много русских адвокатов очень много докторских офисов где русский персонал русские врачи если вам нужен русский гастроэнтеролог пожалуйста эндокринолог пожалуйста дерматолог пожалуйста просто как мы называем врач участковый общей практики пожалуйста это нет проблем если даже этот доктор не говорит по-русски то переводчик всегда будет с вами вы просто звоните в свою страховку говорите мне нужен переводчик такой-то такой-то день я буду доктора приходит к вам русскоговорящий переводчик даже если случается так что по каким-то причинам человек не может прийти то вам устраивает перевод через телефон или есть еще специальные такие как бы компьютеры где либо автоматически машинка переводит да либо же вы как по зуму до общаетесь то есть вы с доктором живой в офисе и там этот человек как по зуму до по специальной программе он просто сразу все переводит тебе техника сейчас на высоком уровне и здесь если ты русскоговорящий и ты не знаешь языка но тебе надо как-то двигаться проблем нет но конечно же это не исключает той возможности что все таки язык надо знать и знать на достойном уровне если ты живешь в англоговорящей стране все выбирают себе разные пути разные дороги кто-то приезжает в 20 лет и горит желанием учить язык кто-то приезжает в 20 лет и хорошо себе находит какую-то нишу да с русскоговорящими и чувствует себя абсолютно комфортно никого судить здесь нельзя каждый живет как хочет каждый выкручивается как хочет и ну это твое право если ты хочешь идти учить язык очень много бесплатных программ бесплатных курсов это особенно при колледжах государственных называется English as a second language ESL class они как правило проводятся вечером бывает и утром и ты просто туда ходишь и учишь язык совершенно бесплатно а по тюнили с возможности учить язык очень много главное желание такие программы как ESL class English as a second language проводятся и онлайн особенно в период пандемии очень много то есть пожалуйста ты можешь выбрать любую и сидеть заниматься я уже молчу о том что можно и образование получать онлайн замечательно да хочу еще рассказать один пример про одну девушку которая приехала сюда с достаточно средним языком ходила в колледж учила язык но затем она устроилась в одну финансовую организацию да я не хочу называть имен и названий и там настолько подтянуло язык да да американцы понимать что если ты иностранец возможно у тебя не идеальный английский они к этому абсолютно спокойно относятся ее взяли туда с не идеальным английским у нее диплом экономиста еще наш с наших стран и ее взяли туда да и взяли даже с не очень хорошим английским она его подтянула на таком уровне что сейчас она конечно профессионал не только по говорению но по чтению и по письму поэтому практика всегда приветствуется как говорится practice makes perfect практика делает идеальное да но в нашем понимании это что-то типа повторение мать учения вот такие вот истории вот такая вот история да и если вы едете в америку без языка или с плохим языком выбирайте города выбирайте штаты с русскоговорящим населением если вы поедете куда-то там где мало русских и у вас нет языка вам придется тяжело конечно если вы все-таки едете допустим нью-йорк или в лос-анчелес и у вас нет английского или он плохой вам здесь будет проще вы найдете себя вам здесь будет даже можно таки сказать легко пожалуйста вас будет вы найдете русского адвоката чтобы сделать себе бумаги если вам это надо русского врача вы найдете русский садик то вы найдете много русских друзей вы найдете русского работодателя ну и вообще нашим людям легче договориться друг с другом вы понимаете о чем я говорю да даже если у вас нет бумаг или они в процессе или что-то еще наши люди всегда друг друга понимают все-таки наши люди есть наши люди с американцами ты не договоришься или это очень малый шанс поэтому я вам рекомендую без языка или с плохим языком ехать в города все-таки в штаты где очень много русскоговорящего населения вы можете проверить онлайн погуглить в каких штатах в америке много русских и поехать туда я говорю русские это не значит что конкретно это русские люди это все русскоговорящие да которые живут в америке мы все друг друга поддерживаем и с друг другом общаемся у нас здесь свое особое комьюнити своя такая так скажем советская эйфория воздухе да но тем не менее новичкам это помогает почему бы и нет я не считаю что надо говорить я еду в америку и я вот я не буду говорить на русском языке я буду только на английском и общаться только с американцами постойте настанет момент пожалуйста делайте так но по приезду даже если вы считаете что у вас есть у вас язык хороший как я это считала я ошибалась ребята я ошибалась поэтому вы все поймете как приедете сюда на сколько как бы вот вас оценят ваш уровень языка да и это не стыдно работать с русскоговорящими это не стыдно общаться с русскоговорящими или по приезду жить в русскоговорящем районе это абсолютно не стыдно не надо этого стыдиться бояться у вас все будет постепенное проникновение в культуру общение с американцами оно придет как только вы вольетесь в это все начнете понимать язык начнете общаться это все придет не надо торопить события да и вообще американцы очень лояльно относятся к тем кто учит их язык если вы делаете ошибки они никогда вам не скажут ты сделал ошибку нет все спокойно на это реагирует то есть будьте спокойны что американцы никогда вам ничего не скажут плохого или дурного что вы не так говорите или с акцентом или еще что-либо нибудь ну то есть вы примерно послушали мои истории я надеюсь вы вдохновились будьте спокойным если вы приезжаете сюда с плохим языком ничего страшного не случится вы его подтяните даже бесплатно у вас будет много возможностей утром ходить на занятия вечером ходить на занятия или же заниматься онлайн возможности очень много главное желание если оно есть у вас все получится и кстати даже на права здесь в америке можно сдавать на русском языке поэтому не теряйте надежды зная русский язык вы вы сможете многое здесь особенно в каких-то штатах где много русского языка русскоговорящего населения в общем друзьям вот такой был видосик если вам понравилось это видео но было для вас чем-то полезным или просто интересным поставьте пальчик вверх не забываем подписываться на канал кидайте комментарии внизу и мы увидимся с вами в следующем видео байкайс пока а и и и и и и и и Продолжение следует...